Сегодня прошла очередная 52-я сессия парламента Карачаева-Черкесии. Народные избранники одобрили десятки законопроектов. По окончании сессии депутаты и члены правительства направились к елке желаний. Подробнее расскажет Мурат Жанкёзов. Проект республиканского бюджета на 2024 и плановые два года имеет ярко выраженную социальную направленность. Общий объем расходов запланирован в сумме около 34 миллиардов рублей. При формировании расходной части были учтены пожелания, которые были высказаны в ходе публичных слушаний. Для этого депутаты разработали таблицу по правах, в которую включены десятки позиций. Предусматривается средство, это в рамках послания главы, на погашение задолженности перед молодыми семьями, которая сложилась в 18-19 годах на приобретение жилья. Предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации по питомнику для бездомных животных и так далее. Депутаты единогласно приняли законопроект и о республиканском материнском капитале при рождении четвертого и последующих детей. В нем установлен перечень исключительных случаев, когда наступает право на распоряжение средствами маткапитала, независимо от срока, истекшегося дня рождения ребенка. Данным законопроектом расширяется перечень, куда можно использовать маткапитал, если исключительных случаев, когда надо досрочно его использовать. Это на водоснабжение, подключение к электросети, водоотведение. Вот по таким случаям разрешается маткапитал досрочно использовать. Я думаю, что это будет очень удобно. И мы приняли еще таблицу поправок к этому, чтобы собрать документацию, она упрощает гораздо больше. Поэтому я думаю, это расширит и очень удобно будет при использовании досрочно маткапитала. Всего депутаты рассмотрели 17 вопросов. Ряд принятых законопроектов был приведен в соответствии с федеральным законодательством. По окончании сессии депутаты и члены правительства приняли участие в новогодней акции, чтобы исполнить детскую мечту. Установленную в доме правительства елку нарядили тематическими открытками, в которых были написаны новогодние желания детей. Каждый, участвовавший в акции, снял с елки несколько праздничных открыток, чтобы исполнить мечту детей. Мечтает о куртке зимней. Кто-то из наших ребят. Мечтает о смарт-часы Redmi. И мечтает о Яндекс-колонке Алиса. Наверное, такая акция, которая действительно доходит непосредственно до тех ребят, которые нуждаются, ждут. Для многих это не стоит таких больших усилий сделать приятное. Но дети-то радуются, довольны. Я думаю, и те, кто эти подарки дарит, им тоже приятно. Чао Ильза. 10 лет мечтает о бьюти. Бокса для подростков. Лахитов Ислам. 14 лет. Мечтает о музыкальной колонке. Райпанов Амиран. Мечтает о гитаре. Все купим до нового года. Сегодня детишки обратились, свои пожелания повесили на елку желания. Самир. 13 лет. Мечтает о велосипеде. Обязательно исполнил для Самира. Элина. Мечтает о картине. Тоже исполнил. Алина. Мечтает Яндекс. Коллекция Алисы. Данная акция приносит радость нашим детишкам. И все члены правительства, и состав правительства, все мы каждый год снимаем для того, чтобы исполнить в новом году пожелания наших детишек. И мы обязательно это все исполним. Мусакаев Осман. 14 лет. Мечтает о трюковом самокате. И у нас получается еще Коробков Алексей. Беспроводные наушники. Поэтому обязательно всем приобретем и поздравим с Новым Годом. Мурат Жанкиозов. Вести Карачаева. Черкесия.